Привет, меня зовут Олег Рожков, и я ведущий подкаста «Личная история». «Личная история» — это подкаст для тех, кто боится идти к психологу, но хочет побороть свой дискомфорт. Это возможность получить поддержку и найти в себе силы, чтобы решить сложную жизненную ситуацию. Нам присылают письма, и мы обсуждаем их с психологом Дома молодежи Тамбовской области Григорием Поляковым, который поможет найти решение проблемы не только конкретного слушателя, но и любого, попавшего в схожую ситуацию. Новый век Подкасты Григорий, у нас сегодня такое письмо, где парень в самом конце, это парень, герой письма, и он в самом конце пишет «Не хочу быть жертвой». Почему он так написал? Я сейчас предлагаю нашим слушателям это узнать, и потом уже, как обычно, все это обсудим. Давайте. Доброго дня. У меня вопрос, который меня уже несколько месяцев мучает. Прошлой осенью мне и моим друзьям предложили наркотики. И второй вопрос. Это были хорошие, крепкие ребята, хотя я с ними не общался близко, мы говорили с друзьями о них. Я не понимаю, как они могли пойти на это. Ведь о вреде наркотиков сейчас всюду говорят, пишут. Мне кажется, только безумный может согласиться их употреблять. И у меня вопрос к психологу. Может, те, кто их предлагает, применяют какие-то хитрые манипуляции, как-то воздействуют на сознание людей. И если да, то как можно этим манипуляциям противостоять? Потому что ребята реально пошли тогда, как крысы за дудочкой крысолова, и стали другие. Почему так много людей ведутся на это? Все же видим в интернете, чем кончается. Как не дать себя втянуть в первое употребление наркотиков? Такой мой вопрос про контрманипуляции. Скажите, как избежать давления, когда тебе предлагают в группе друзей? Спасибо. Возраст я изменил, не хочу быть жертвой, если меня узнают. Возраст не указан, пол мужской. Вот, Григорий, как вам ситуация вообще? К сожалению, ситуация очень трагическая, но типичная. Типичная в каком смысле? Свойственная для молодых людей, современных городов, мегаполисов. Ну, там, бог не мегаполис, а тем не менее город. Очень частая ситуация. Вот серьезно, это часто? Это я просто хотел у вас спросить, насколько часто люди, подростки, молодые, ну, парни, девушки, я имею в виду, вот, сталкиваются с такой проблемой, что их прям заставляют? Потому что, ну, я смотрел разные фильмы, сериалы и читал, и обычно торчки – это такие люди, которые, наоборот, жадные. Они не хотят ни с кем делиться, и уж тем более никого заставлять. Обычно, там, про заставлять и что-то подсыпать – это, знаете, когда кого-то похищают куда-то. Вот, то есть, у меня вот с этим ассоциируется, и поэтому как-то ситуация такая, немного не вяжется в моем представлении, что такое сейчас возможно. Вот расскажите поподробнее. Ну, я думаю, что наш герой, он же не пишет о том, что его прям заставляли, да, он пишет, что им манипулировали как-то, пытались взять его на слабо. Насколько я владею информацией, мне приходится в рамках моей работы часто достаточно пересекаться с работниками наркоконтроля и обсуждать на каких-то каворкингах вот эти темы все актуальные. Мне приходится встречаться с полицией, которая работает как раз, ищет эти вот закладки, обезвреживает и так далее. Я могу сказать, что в плане манипуляций, вот эти наркораспространители, они очень часто используют манипуляции, не заставления. Но та ситуация, с которой столкнулся наш герой, это просто типичные манипуляции распространителей, унизить человека перед группой, вернее, показать, что если ты не будешь, как все, у подростков есть определенные психические слабости. Я себе вот их выписал, пять штук, чтобы озвучить. Давайте, да. Родителям вдруг каким-то тоже будет полезно это услышать. Да. И благодаря этим слабостям все эти наркодельцы, они реализуют свой товар. Прежде всего, это повышенная гордость. Поскольку подросток – это бывший ребенок, но еще не совсем взрослый, но взрослым ему хочется быть, поэтому гордость такая повышенная. И тогда говорят, смотри, это же круто вообще. Это очень круто. Ты смотрел там такой-то фильм, не буду называть, там видел, как человеку стало хорошо, да? Ты, мачо, попробуй. И тут же отрицательная мотивация. Ты что, лох, боишься попробовать просто? Смотри, там уже Вася, Петя, Дима пробовали, ты тоже этого достоин. То есть, никакого гипноза в плане, знаете, вот слово манипуляции я воспринимаю как что-то такое, знаете, какой-то гипноз, тебя что-то там, тебя как-то накручивает, вот это вот все происходит. Или здесь все гораздо проще? Вот эти манипуляции – это просто тебе сказать, ну ты что, слабак, что ли? В данном случае второй вариант. Да, у вас какие-то такие, знаете, прям серьезные представления о манипуляциях. Манипуляции можно назвать любое действие, которое человека к чему-то склоняют, не к его собственной цели, а к твоей. И против воли, как я понимаю, или нет? Да не то, чтобы прям против воли. Они стараются заинтересовать человека, они стараются попасть на его больную тему. Ну, например, если это студенты, они могут сказать, вот у тебя сессия, ты что так нервничаешь, да? Попробуй его, будешь вообще спокойным, как танк. И действительно там, я про современные химические наркотики, два-три раза, может быть, он и будет спокойным. То, что он потом станет сумасшедшим на всю оставшуюся жизнь, это мало кого волнует из распространителей. Да, он просто здесь написал, что прям очевидно, как ребята изменились. Да, он говорит, что, скорее всего, они под чем-то приходят на пары. Он видит, как их поведение изменилось. Они были одними, стали другими. Да, это на самом деле очень серьезная тема, потому что она касается правовых аспектов. И я понимаю этого молодого человека. Кстати, респект вам за смелость. Что вы написали, да. Вы написали, и вы прям так откровенно про всю ситуацию написали. Понимаю, что изменили данные, правильно, что вы это сделали. Поведение у молодежи за счет такого вот стеба, каких-то провокаций, самоутверждаться, возможно, это вообще откуда такое поведение у подростков? Вот почему такое обязательно всегда есть? Потому что это заложено практически в нашу психику. Каждый человек, который взрослеет, он на определенном этапе старается утвердить себя, почувствовать себя взрослым. Мы все помним себя в 12-14 лет, и на кого мы смотрели? На качков, на героев боевиков? Жан-Плод Ван Дамм, Сильвестер Сталлоне. Сталлоне, Шварценеггер и так далее. Или сейчас люди смотрят на современных супергероев, на Бэтмена, на Человека-паука, и хотят быть такими же крутыми, как они. Это свойственно. Потому что, к сожалению, в простом возрасте, в современном мире происходит достаточно резкое падение самооценки, и человек хочет самутвердиться. И вот на этой базе, на том, чтобы самутвердить, большинство манипуляций по распространению наркотиков и основаны. Они бьют в эту ахиллесовую пяту и утверждают, что с помощью этого гадкого вещества человек станет уверенным, красивым, успешным, все у него будет хорошо. И там мамка зря тебе это пугает, как они говорят. Будь самостоятельным, наплюнь на эти взрослые запреты. Да что эти старики вообще понимают? Можно увидеть же в интернете, как эти наркотики влияют на человека, на его поведение, на его состояние. Это местами выглядит, конечно, смешно, когда ты смотришь, как какой-то неадекватный человек, что какие-то странные звуки издают. Но в тот же момент ты понимаешь, что это очень грустно и что, возможно, ему очень плохо на самом деле от того, что он это все употребляет. Это… Давайте проведем мостик к следующей манипуляции, которая здесь возможна. Люди, которые смотрят это в интернете, они это не ассоциируют с собой, потому что они так наивно говорят, ну, конечно же, там в интернете совершенно другие безопасные и полезные наркотики. Это очень смешно, потому что на самом деле процентов 80, это не мои данные наркоконтроля, наркотиков в России – это химические наркотики, это самая жесть, самая огромная дрянь. Это просто жидкость, которую можно опрыскать все, что угодно, можно в шоколад ее добавить, можно в мармелад, можно в какую-то табачную основу. И она вызывает мгновенное привыкание, если это химический наркотик, с первого-второго раза. Знаете, я уже устал об этом говорить, мне кажется, об этом знает каждый первый, что привыкание возникает от солей и спайсов огромное количество психозов сейчас. То есть, был момент, когда Штамбовская психиатрическая больница просто захлебнулась с количеством людей, которые поступают, и у которых не просто генетическое заболевание, а они попробовали спайс, соль несколько раз, и у них произошли необратимые изменения в мозгу. Органические. Органические, да. То есть, это как раз те люди, которые теперь постоянно видят галлюцинации, прячутся в шкафах, там их прессуют инопланетяне. Это смешно, может быть, в подкасте слушать. Вот я, да, об этом и говорю, но это так грустно. Когда, представьте себе, что это ваш брат или ваша сестра, и что это ваш друг ближайший, да, и представьте себе, что перспективы выздороветь у него нет, потому что психиатры говорят, мы не знаем, как их лечить, они не поддаются ни терапии, ни лекарственной терапии даже. То есть, в принципе, человек пожизненно будет по психушкам мотаться, да, а то, что мозги съедут, это почти 100% гарантия. Но, опять-таки, да, наркодельцы, они распространители бьют на эту иллюзию, что то, что мы смотрим, это всегда про кого-то, про соседа, про друга, это не про меня. Со мной такого не случится. Я какой-то вот особенный, у меня особенная аура, там, особенная суперсила со мной. И, конечно же, мне органический натуропродукт дают, там, суперкачественный, супердорогой и так далее. Смотрите, я вот просто сейчас так все анализирую и думаю, что вряд ли эти прям парни, да, которые предлагали нашему герою употребить, что они прям барыги такие, знаете. Скорее всего, это не так, скорее всего, у них тоже это откуда-то какими-то вот этими путями всеми непонятными все это появилось. Они попробовали, решили поделиться и сказали, ну, если ты не хочешь, значит, ты лов, да, вот типа такого. Как парню сейчас понять, вот он сам даже вроде как и пишет, что все же знают, все же видят, какой вред от этого, но как сделать ему так, чтобы внутри его это не подтачивало? В плане, что если отказался, значит, я не такой. То есть вот как ему внутри справиться вот душевно с этим? Есть такие социальные установки в современном обществе, токсичные, вредные, которые весьма способствуют, играют на руку распространителям. Давайте сейчас такую установку озвучу, она звучит вроде бы привлекательно, в жизни нужно попробовать все. Но не ядерную физику почему-то сразу. Но не ядерную физику, да, не защитить женщину от бандита. Или теорию струн изучить там. Да, ну или хотя бы блевотину пса, попробовать там мочу пчел, еще что-то в этом роде. А почему-то обязательно, знаете, почему-то очень узкий выбор. Люди, которые говорят, что нужно все в жизни попробовать, они всегда имеют в виду там и наркотики, или какой-то безудержно опасный секс. И рок-н-ролл. И рок-н-ролл, да. Вот как-то по пальцам одной руки можно выбор пересчитать, хотя, не знаю, там... А все, в принципе, в это-то и укладывается, потому что рок-н-ролл – это не только музыка, но и образ жизни, насколько мы знаем. Да, никто почему-то опять не говорит укусить за хвост бегемота в джунглях, попробовать вот это надо. Хотя бы какая-то интересная цель была, да. Да, ну или прыгнуть хоть с парашюта, как минимум. Накачать мышцы, стать умнее, изучить науку психологии. Так, ну да, ближе давайте мы чуть-чуть отошли. Вот по поводу той самоустановки. Вот как парню не чувствовать себя действительно в том, что он какой-то, возможно, не такой, если он это не попробовал? Потому что видно, что его это подтачивает и задевает, что над ним так стебались, и его пытались как-то, знаете, принизить. Вот что ему сделать? Как ему обрести вот это вот, может быть, стержень, наверное, да, какой-то? Вот как здесь ему поступить? Нужно, уважаемый молодой человек, вам нужно преодолеть следующую ахиллесовую пяту, которая есть у подростков. Это стадный инстинкт и боязнь быть одному. Боязнь быть белой вороной и противопоставить себя обществу. Потому что, с одной стороны, конечно, подростки, они все такие яркие индивидуалисты. А с другой стороны, посмотришь, они все совершенно одинаковые. Стадные чувства, стадный инстинкт в них действует. Потому что, если я иду один, то, боже мой, я один. А если нас много, то мы банда. И вот на этом, скорее всего, и были манипуляции, которые к нему применяли, построены. Потому что я могу сказать, смело будьте белой вороной. Если вы что-то в жизни не попробовали, того, что вас убьет, сведет с ума или сделает вас инвалидом, это же просто классно. И пусть, позвольте всем другим, опять их немного, как вы пишете, 5-6 человек, пусть они на вас косятся, ради бога. Знаете, один очень мудрый человек сказал мне в свое время, пусть меня осуждают, вы знаете, особ королевской крови. То есть, настоящие королевские династии, королей, королев постоянно обсуждают, льют на них гадости. Кто я такой, чтобы обо мне не говорили? Просто позвольте людям говорить про себя гадости, позвольте им это делать. Со всеми так происходит, вы не одиноки. Вы принадлежите к огромной семье под названием человечество. И более того, вы выбираете здоровую, хорошую жизнь себе. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, сейчас не 70-е годы, когда люди там лизали каких-то жаб, или марки, или какой-то ЛСД пробовали. Сейчас наркотики – это, во-первых, бизнес, во-вторых, это уже настоящая биологическая война против молодежи России. Мы это видим. Это идеологическая война. Я не боюсь этих слов. Это биологическая война, потому что органы наркоконтроля об этом говорят. Они первые так это назвали еще 10 лет назад. Мы понимаем, что наша страна очень сильная. Давайте немножко пафоса. Но это оправданный пафос. Мы понимаем, что Россия очень сильная страна. Нас нельзя заевать с помощью ракет, потому что у нас ракет больше, чем у кого бы то ни было. И они классные, они лучше. Но нас пытаются заевать изнутри. Что такое будущее страны? Это молодежь. Как выбить как можно большее количество молодых людей из седла? Нужно сделать их инвалидами, наркозависимыми, с ослабленной волей и так далее. Если вы хотите в жизни попробовать все, попробуйте бег по утрам, попробуйте йогу, попробуйте силовую гимнастику. Действительно, как Олег сказал, учите теорию струн. Да, почему бы и нет. Или время. Поймите. Станьте волонтером, начните помогать людям пенсионного возраста, которые в наши ковидные времена, для них опасно ходить по магазинам, потому что вирус прежде всего на них набрасывается. Купите им еды, уберитесь в подъезде, подметите полы в квартире. В конце концов, подарите своей маме что-то хорошее своей девушке, сделайте подарок. Пробуйте все в жизни, но давайте пробовать что-то на самом деле ценное. Да, как я вчера в одном мультсериале подсмотрел, и там сказали классную вещь, станьте лучше, чем вы были вчера. Да, это великолепно. Что еще сказать про эти манипуляции? Ну, давайте озвучим еще парочку. Смотрев эту совку на тебя, смотрит, я специально для тебя сегодня это вещество принес. Твои проблемы, сам дурак. Я тебя не просил приносить, это ответ. Вот да, смотрите, я как раз хотел по поводу этого и спросить, как молодому человеку так грамотно ответить, так грамотно отказать. Потому что, по сути, он же все это осознает, что все это гадость, что это ни к чему хорошему не приведет. Но как ему сделать так, чтобы и его, белой вороны, не считали? А может быть, считали, но не настолько вот жестко, да, что могли бы там унижать или какому-то он буллингу подвергся. А вот как так аккуратненько, лояльненько сказать? Нет, чуваки, сорян. Подвергнем буллера в буллингу. У меня такой воинственный ответ будет. Я бы очень посоветовал сходить на какой-нибудь классный тренинг на тему, как противостоять манипуляциям. Потому что распространители, они используют не какие-то там суперсовременные, совершенные гипнотические методы манипуляции, они используют достаточно, простите меня за это нехорошее слово, тупорылые, примитивные, но действенные манипуляции. Если вы начнете в манипуляциях, в принципе, в словесных разбираться, вы очень быстро научитесь, во-первых, отфутболивать эти мерзкие, гадкие предложения, во-вторых, вы начнете самоутверждаться. А можете сказать, какие это есть словесные манипуляции, чтобы молодой человек хоть как-то это понимал? Да, давайте сделаем, может быть, такой батл. Можете как-то попытаться представить, что я молодой человек, а вы распространитель. Попробуйте склонить меня, я буду вам отвечать. Григорий, здрасте. Я вам тут такого наркотика убойного принес, что захочайтесь, преисполнитесь просто невероятно. И ваши все участки мозга, все эти области тьмы наконец-то откроются вам и станете гением гениев. Слушай, Олег, да я как бы и так гений гениев, ты зря старался. Все. Сломался. Да, как бы все, на этом мои заходы в качестве барыги они закончены. Давайте я могу как бы озвучить. Они говорят, эти слабаки и родители, они тоже ничего не понимают. Можно спросить, и что? Ну, не понимают они их проблемы. Не, ну ты-то будь крутым, ты-то попробуй. Да я и так уже крутой. А, то есть, вот так. Нужно прямо показывать, что ты уверен в том, что ты говоришь. Нужно быть уверенным в том, что ты говоришь. Нужно сказать, слушай, я столько в жизни уже пробовал, ты, если бы знал, давно уже книгу про меня писал бы. Понятно. Провокации, юмор, сарказм. Используйте, чтобы ответить на манипуляции. А, вот. Это хороший, кстати, да. Вот это хороший совет в том плане, что это действенное. Разрыв шаблона, когда он спрашивает, тебе что, слабо? Я говорю, конечно, мне слабо. И молчу, понимаете? Люди, которые ведутся на манипуляции, они делают одну распространённую ошибку, они начинают оправдываться. Тебе слабо? Да, мне слабо, и замолчи. Смотри на них, как они будут постепенно зеленеть. Потому, что против этого признания очень мало что можно сделать. Ну, слабо мне и что. Да, это кайф. Ну, полошите меня там, скажите мне, какой я плохой. Я скажу, да я плохой вообще. Я вот у вас хотел спросить вот ещё что. Почему люди вообще начинают употреблять? Чаще всего в современном мире люди начинают употреблять, потому что им предлагают. Это огромная циничная индустрия, это будущий груз 200, поэтому они начинают. Почему? Ну, стоп, я не понимаю. Просто предложили, и я такой согласился. Видите, наверняка должны быть какие-то внутренние проблемы у человека или что-то, ну, не обязательно проблемы, какие-то мысли, которые его так или иначе к этому сподвигают. Вот, я понял, наконец, ваш вопрос, Олег. Да, вы правы. У человека может быть много стресса в жизни, и он не умеет с этим стрессом бороться, не знает, как со стрессом совладать. И тут ему предлагают волшебную наркотическую таблетку, и говорят, ты будешь совершенно спокоен. Альтернатива, конечно, совершенно очевидна. Человеку нужно изучить пару-тройку приёмов психологических для того, чтобы со стрессом уметь бороться самому. Быть властелином себя, властелином стресса, и убирать его. Это, в общем-то, очень просто в жизни можно сделать. Этому легко научиться, пройдя достаточно даже средненький тренинг психологический. В интернете, пройдя онлайн-тренинг, почитав какую-то литературу. Это первая проблема – стресс, на который паразитирует наркомания. Вторая проблема, наверное, желание каких-то необычных эмоций, желание каких-то необычных переживаний, которое тоже в подростковом возрасте оно бывает. Здесь, опять-таки, давайте мыслить по модели выигрыш-выигрыш, чтобы мне было хорошо сейчас и чтобы мне было хорошо потом. Потому что наркотики – это всегда хорошо сейчас, но очень плохо потом. Если вы хотите взбодрить себя, если вам нужна доза адреналина, спрыгните с парашютом, займитесь паркуром. Очень много есть вариантов, как в современном городе получить адреналин. Вот если нас сейчас слушает Тамбов, я дам такую странную рекомендацию – прогуляйтесь летним вечером в районе села Лоски. Вот вам будет много адреналина. Там очень опасно. А там бывает очень опасно, если ты идешь один. Потому что там как раз собираются группы и компании людей, которых я условно называю зомби. Не хочу никого обидеть, но тем не менее. Мы с вами говорим, а у меня все время в голове крутится кино. Вы знаете, я каждый год вижу оперативные съемки, когда ФСБшники берут базы по производству наркотиков. Обычно это хорошо закамуфлированные под сельскохозяйственные объекты, какие-то небольшие территории. И вот я буквально вижу, как люди открывают эти какие-то подвалы, и оперативники находятся практически в скафандрах. Потому что вот эта жидкость настолько ядовита, которую потом разбрызгивают на носители так называемые, что если человек вдохнет, там где-то соль, там где-то спайс изготовляется, просто вдохнет воздух, он может умереть. У меня постоянно вот это вот, как бы мы с вами говорим, у меня эти страшные кадры. Да, я смотрел про нарковойны на Нетфликсе, документалку, и вот там тоже люди, которые занимаются варкой всяких химических наркотиков. Они, во-первых, там с оружием всегда на стрёме, если что-то произойдёт. А во-вторых, они в противогазах, в респираторах. То есть, мы понимаем, да, какой там выхлоп идёт от этого всего. Хочу спросить у вас следующее. Парень пишет, нужно ли мне куда-то обратиться. Вот как вы считаете? Просто он здесь пишет, что у ребят настолько очевидное поведение, настолько как бы это всё уже понятно, что я вот делаю такой вывод. Если так всё понятно, может быть, их рука закона, она сама найдёт. То есть, если это всё видно. Лично я за руку закона. Есть специальные службы в Тамбове, абсолютно анонимные, с гарантированной анонимностью. Вы можете по этим телефонам наркоконтроля позвонить и сообщить, что вы подозреваете, что на вашем курсе происходит подобный сбыт. Я считаю, что вы позаботитесь таким образом о тех парнях и девушках, которые пока ещё не стали жертвой толкачей, не попробовали, но могут попробовать. Потому что каждый, кто употребляет наркотик, у него же есть такая тенденция, он понимает, что он что-то делает не то. И поэтому одному ему страшновато. А вот если с другом, с подругой, а желательно, чтобы весь курс употребил, тогда да. Поэтому эти ребята, они ещё не дошли до этой стадии, когда начинают увлекать друзей, просто чтобы не быть одному. Потому что мы знаем, что на любое противоправное действие молодёжь идёт бандой, молодёжь идёт количеством. У меня для вас есть предложение. Погуглите, пожалуйста, Тамбов наркоконтроль, телефон доверия, и вы найдёте телефон, по которому с гарантированной конфиденциальностью вы можете связаться с органами наркоконтроля и сделать звоночек о том, что вы замечаете, на вашем курсе происходит что-то не то. Оперативники у нас, это потрясающие люди, они очень умелые. Они возьмут в разработку этот источник, который звонит, как это называется, у вас на курсе, и они его перекроют. И вы таким образом, я искренне считаю, что вы спасёте этих парней и многих других, которые пока ещё на эту гадость не подсели. Надеюсь, все те рекомендации, которые сегодня Григорий озвучил, и по тому, как отражать эти манипуляции, и по тому, как в целом себя вести с такими людьми, вам, молодой человек, пригодятся. Потому что мне действительно вас жаль, если вы оказались в таком капкане, когда вам что-то предлагают, вас пытаются за счёт этого как-то унизить, вам что-то сказать, что вы какой-то не такой. Вот послушайте, что Григорий вам сказал. Я думаю, эти советы вам как минимум на первых порах точно помогут, а потом, может быть, всё у вас и на автомате начнёт это происходить. То есть вы уже начнёте так на это реагировать сквозь пальцы, что даже внимания обращать не будете. Нам важно оказать помощь каждому, кто обратился за ней. Поэтому, помимо консультации в рамках подкаста, специалист оказывает бесплатную психологическую помощь в Доме молодёжи Тамбовской области. Запись по номеру телефона 8 902 732 0701. При записи указать наш промокод «Личная история». Новый век. Подкасты. Новый век. Новый век. Новый век. Новый век. Новый век. Продолжение следует...